В Новочебоксарском лицее номер 18 прошел турнир по настольному хоккею. Его участники – отцы и дети. Совместные игры объединяют поколения. Здесь почти все, как на турнире по хоккею на льду. Шесть игроков, штраф за задержку шайбы и крики болельщиков. Шайбу! 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 Только вот принимать решения и действовать нужно одному игроку за всех. Настольный хоккей развивает очень хорошо моторику рук и мыслительность быструю. Очень тяжело схватывать вот так вот все сразу игроки. Приходится очень сильно думать. В турнире по настольному хоккею приняли участие школьники из трех школ Новочебоксарска. Желающих с каждым годом становится все больше, заверяют организаторы. Участники проходят серьезный отбор. Это спорт, хоть и в виде игры, но он развивает в детях, во-первых, уважение к своему сопернику. Мы об этом говорим обязательно в самом начале. Он развивает спортивное качество, напор, точность, то есть моторика рук и так далее. То есть вот спорт такой интересный, но и в то же время это игра. В настольный хоккей играют не только настоящие мужчины, но и очень смелые девочки. Настя Кузикова идет к победе. Тренируется два часа в неделю. Хоккей настоящий – это мужское вид спорства. А тут в настольный хоккей могут поиграть и девочки. Тут мы все на равных. Главное – реакцию рук. Главное и то, что настольный хоккей объединяет взрослых и ребят. К соревновательному азарту покорны все божественные. Наша семья, конечно, создает семейный дружный коллектив и общение с детьми. Что самое важное – это общение. Это то, что мы передаем нашим детям. Победителями турнира стали 15 участников. Главный же приз – золотой шлем – достался команде игроков Новочебоксарской школы номер 19. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.